Наша следующая новость, она такая любопытная, имеет некоторую перспективу, хотя в принципе можно было бы назвать ее и плохой. Это новость об отставке Михаила Саакашвили с поста губернатора Одесской области, что об Украине. Что могу сказать по этому поводу? Могу сказать, что Михаил Саакашвили несомненно очень способный человек, я бы даже сказал талантливый человек, я бы даже сказал, что из всех политических лидеров постсоветских времен, пожалуй, что самый способный и талантливый. Во всяком случае, никто, ни один из реформаторов, будь то Ельцин или Ландсбергес или кто бы то ни было на постсоветском пространстве не добился таких разительных и потрясающих, прямо скажем, результатов в реформировании советской системы, точнее не в реформировании даже, а в выкорчевывании советской системы и замене ее чем-то новым, как Михаил Саакашвили. В Грузии у него получилось, ну, если не стопроцентно, то по крайней мере очень хорошо, чем, собственно говоря, он и обозлил большое количество народу, как в самой Грузии, так и вне ее. Ну и, соответственно, был приглашен президентом Украины Порошенко для того, чтобы поднять Одесскую область. Эксперимент шел не слишком долго, и вот Мишеко отказался его продолжать под тем предлогом, что, в общем-то, работать ему не дают, ничего не меняется и так далее. Что за это время успел сделать Саакашвили, сказать трудно, но точно он успел зарекомендовать себя в качестве весьма активного и пламенного борца с коррупцией. Скорее всего, в этом духе он и продолжит свою политическую карьеру в Украине. Во всяком случае, в Грузию Саакашвили явно возвращаться смысла не имеет, его партия не смогла победить, опять же, по моему мнению, к сожалению, на парламентских выборах в Грузии. Победила там грузинская мечта. Грузинская мечта, как известно, это ничего не делать и все иметь. Значит, карьера Саакашвили будет, по всей видимости, продолжаться в Украине. И там он, судя по всему, создаст свою политическую партию. И партия эта будет иметь ярко выраженный реформистский антикоррупционный характер. И, скорее всего, в общем-то, на такой платформе он вполне может достичь больших успехов, чего лично я ему всячески желаю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова